Алина с юных лет мечтала стоять на страже правопорядка, а потому выбор будущей профессии не заставил себя долго ждать. После девятого класса девушка решила поступить в Щелковский колледж, в котором в этом году состоялся набор на новую специальность – правоохранительная деятельность. Я с самого детства мечтала об этой профессии, потому что у меня крестный, тоже работает полицейским, и я все время смотрела с гордостью на него и решилась пойти все-таки. Ради новых знаний и своей мечты Алина готова ездить на учебу из Домодедова, тратить на дорогу более двух часов. Щелковский колледж входит в топ лучших среднеспециальных учреждений образования страны, занимает лидирующие позиции в Московской области. В этом году помимо правоохранительной деятельности здесь появилось еще одно новое направление – пожарная безопасность. Мы всегда отвечаем на запросы работодателей, к нам обратились соответствующие организации, пожарные, полиция, правоохранительные органы. Сегодня у нас первый набор по специальностям правоохранительная деятельность, пожарная безопасность. И мы сегодня сделали для них особую линейку, пригласили всех во Фрязино, наше структурное подразделение номер два, где сегодня наши кинологи, которые четыре года назад также впервые по запросу работодателя набирались, покажут то, чему они научились. За летние каникулы студенты-кинологи не только не растеряли наработанных навыков, но и постарались усовершенствовать их на практике. Показательные выступления тому подтверждение. Настоящее мастерство своего дела продемонстрировали преподаватели этого профиля. В День знаний студенты смогли увидеть, как действуют пожарные в случае возгорания автомобиля, а также как спасатели оказывают помощь человеку, попавшему в аварию. Конечно, это всего лишь показательные выступления и переживать не стоит. Но подобные тренировки наглядно показывают, с какими чрезвычайными ситуациями ежедневно в своей работе встречаются пожарные и сотрудники МЧС. Всем этим навыкам предстоит обучиться и студентам. К изучению специальных дисциплин они перейдут со второго курса после прохождения общеобразовательной программы 10 и 11 классов. Лекции будут читать сотрудники действующие по согласованию с Лорой Владимировной. Это все будет проходить практику, они будут в боевых подразделениях, на базе 300-й пожарной части. Также представители Росовестпаса, которые тоже очень позитивно к этому относятся, оказывают помощь. И совместными силами, я думаю, мы выпустим через три года нормальных, подготовленных, качественных специалистов. Сегодня в Щелковском колледже восемь структурных подразделений. Обучается порядка четырех тысяч студентов по десяткам направлений. Не только передать знания, но и помочь вытащить счастливый билет в жизнь студенту. Вот задача образовательного учреждения, которое сегодня выбирают абитуриенты не только Подмосковья и столицы, но и других регионов страны. Продолжение следует...